МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Занимаюсь рыбалкой, охотой, активным образом жизни. И я очень рад, что я выбрал именно этот вид отдыха другим. У меня как у не рыбака первый вопрос, зачем нужно... Ну, мне кажется, рыбалка все-таки не самое дешевое развлечение. Зачем нужно плавить рыбу, если можно ее за меньшие деньги купить любую? Ну, тут не совсем уже вопрос идет о покупке. Ведь в первую очередь это отдых, это снятие стресса, это снятие, тем более в нашем современном мире, куча телефонных звонков, коммуникаций, интернет. Для жителей это очень серьезный, действительно серьезный удар. Все стрессы на работе. Попадая на природу, на утреннюю зарю, в тень камыша, на отблеске воды, мы закидываем снасть, поплавок. В какой-то момент происходит поклевка, и мы чувствуем тугое усилие рыбы, которая сопротивляется ударами в ручку удочки. И все вот эти проблемы, которые были в городе, они просто растворяются. Мы больше о них не думаем вообще. Это единение с природой. Но я не верю, что рыбак отключает телефон и не пользуется интернетом. Нет, ну, есть такие места, где телефон не берет, это раз. А второй момент, даже если мы едем, ну, телефон, конечно, это средство связи, но когда такие ответственные моменты, именно человек приезжает за трофеем, он отключает телефон, чтобы его ничего не откликало. Рыбалка бывает разной, там, зимняя, летняя, с лодки, с берега, там, на спиннинг, на что угодно. Как правило, какая рыбалка самая популярная в нашем регионе? Самая популярная рыбалка, это та, которая доступна. Доступна она с берега. Для этого не нужно покупать дорогостоящую лодку надувную, ну, скажем, от 10 тысяч рублей. Достаточно купить удочку в любом рыболовном магазине, стоимость колеблется 200-700 рублей. Можно сделать домную снасть, можно оснастить поплавочной снастью. И, пожалуйста, в любом месте, разрешенном законом, можно бесплатно ловить рыбу. Вот, кстати, вопрос о бесплатной. Сейчас очень много платных мест рыбалки. Почему так происходит? Есть ли вообще еще места, где можно бесплатно ловить рыбу, ну, нормальную рыбу? Я проехал, собственно, был на многих водоемах и неоднократно, из года в год. И достойных водоемов много. Взять, допустим, Георгиевский район, Новоселецкое, водоем Волчьи Ворота. Там есть прекрасная хищная рыба, судак. Сейчас появилась щука. Там есть достойные трофеи леща. Если мы говорим о более ближних водоемах, чтобы не нужно было очень далеко ехать. Игорлыкское водохранилище. А самый большой ваш лов? Ну, вот так. Уже рыбаки показывают обычно такие жесты. Ну, на самом деле, немного. Карп 6,5 килограмм. А в сантиметрах примерно? В сантиметрах, ну, это примерно где-то вот такая. Полметра примерно. Это где? Это было на водоеме Малая Кугульта. А не всегда самый большой лов самозапоминающийся. А может быть, есть, который больше всего запомнился? Это весенняя рыбалка на поплавочную, снасть на тарань. Рыба тарань весной. Она у нас законом разрешена, котловую на поплавочную удочку. Потому что зима, если человек не занимается зимней рыбалкой и ждет первых лучиков солнца, март месяц, потепление, вода немножко прогревается, активизируется тарань. У тарани, так называемый, происходит жор. Она поднимается по водоему, где есть ручейки, где есть свежий доступ воды, соответственно, кислорода. В этот момент очень активно клюет. Так вот, после долгого простоя, в рыбалке имеется в виду, с осени, вот эти первые весенние удары рыбки в удочку. Это небольшая рыбка, но примерно вот такого размера, плюс-минус. Очень вкусная, в вяленом виде. Вот это самая любимая рыбалка, которая действительно каждый год оставляет очень позитивные впечатления, причем на весь год вперед. Потом можно летом уже не ездить. Рыбалка как спорт. Насколько популярна в нашем крае, как вы считаете? У нас, к сожалению, в Ставропольском крае СМИ, вот все СМИ, которые у нас есть, все каналы, очень скудно, я бы сказал бы, освещают все эти вопросы. Конечно, у нас есть интернет-портал и команда Stafffish, так и называется. Stafffish команда, которая ездит на соревнования, есть призовые места, но это больше все-таки направлено именно на спорт. Есть интернет-ресурсы, как Фион, Ставропольский край, он буквально 2 июня мы проводили после закрытия нерестового запрета на Волчьих Воротах большой слет, где присутствовали и женщины, и дети, и жены, то есть это для всех. Действительно праздник был очень большой. Есть также интернет-ресурсы, юрок, южный рыболов, охотничий клуб. Так вот, чем разделяются вот эти все люди? Есть люди-спортсмены, которые заточены под скорость результата, размер результата, и поймал-пустил. То есть это люди-эстеты, которые любят только вот это чувство, когда рыба клюет. Я их не осуждаю, это прекрасное чувство. Но есть и прагматоры, как я, которые любят и поймать, и привезти свежую, настоящую дикую рыбу, которая не карп, выращенный в это вкусная рыба, покупной карп, но он никогда не сравнится по вкусу с диким. Чем отличается на вкус дикий от покупного? Меньше жира. Мясо более плотное. Не жесткое, более плотное. Ну так есть любители спортивной рыбалки, которые поймал и отпустил? В моем арсенале друзей наберется человек 8. Звесил, замерил? Да, 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 обязательно. Я хочу, кстати, по поводу замера сказать. С 1 января 2018 года уже случились правила по Азово-Черноморскому бассейну. Раньше норма вылова не существовала как такового, то есть сейчас ограничили 5 килограммами в сутки. И не более того. То есть если рыбнадзор в садке найдет больше? Больше, да, то будет большой штраф. Все равно заставят рыбу выпустить в любом состоянии. А вообще, насколько вы бы рекомендовали перед тем, как отправиться на рыбалку, почитать, что можно ловить, где, в каком количестве и когда? Ну на самом деле у нас есть краснокнижные рыбы. Допустим, в чаши и горлыка, ну, и горлыкское водохранилище, и горлык рыка нельзя ловить под узко. Ну, еще достаточно много рыб, которых нельзя ловить. Можно зайти на сайт Министерства природных ресурсов. Там есть, прям, чтобы не читать закон, длинный, который со всеми поправками. И там вот именно есть контекст, выбранный для рыбаколюбителя. Можно там ознакомиться. Или на сайте Росрыболовства, например. Есть такая поговорка, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Насколько, на ваш взгляд, рыбнадзоры строго следят за вот этим исполнением этого законодательства? Я не говорю, как действительно есть дело. Но то, что вижу я, у нас, конечно, такого объема патрулей, такого объема инспекторов, к сожалению, нет. Но если мы берем Астраханскую область, там очень сильный контроль, постоянный причем, круглосуточный. Наверное, там и другие объемы рыбалки. Да, конечно, там большие разливы, Волга и так далее. Вплоть до дронов, которые прилетают, следят. Патрулируют. Да, да, да. То есть вот до этого есть. А, кстати, насчет рыбалки в Астрахани, в другие регионы ездите с товарищами? Лично я нет, я домосед. Евгений, насколько я знаю, сейчас на рассмотрении в законодателе находится проект, согласно которому предполагается взимать с рыбака ежегодную плату за это увлечение. Там размер пока варьируется от 1000 до 5000 рублей. Но, слава богу, это пока только проект. Вообще, как много в окрестностях мест, где можно бесплатно ловить сейчас в Ставрополе? И вот в случае принятия этого законопроекта, ну, сильно ли он ударит по рыбакам, как вы считаете? Ну, значит, скажу так, два года назад пытались ввести уже, было, наверное, рассмотрели, даже в первом чтении, насколько я помню, прошло. Ну, после чего наш президент, прагматичный человек Владимир Владимирович, все это дело... Завернул. Завернул. И сказал, ни в коем случае рыбалка не должна быть на России платной. Пожалуйста, есть платные пруды, есть арендованные пруды под рыборазведение. Пожалуйста, занимайтесь, взимайте плату, предоставляйте услуги по отдыху людей, населения и рыбаков. Но рыбалку отставят. Поэтому, я думаю, что сейчас это пытаются протолкнуть, чтобы найти дополнительные деньги с рыбаков. Но даже если это и введут, я не думаю, что там будет большая сумма. Потому что тогда станет полностью вся индустрия. То есть платить человеку, у которых у нас большинство, пенсионеры, студенты и так далее, которые занимаются рыбалкой, они попросту не смогут состоять, если речь будет идти там 5 тысяч рублей, 7 тысяч рублей за сезон рыбалки. Поэтому, если что-то и примут, это будет небольшая сумма, 200-500 рублей, я думаю, что ее каждый осилит. Но, опять же, повторюсь, вряд ли это будет. Я наблюдаю рыбаков не только где-то там на природе за городом, но и в черте города, на том же Комсомольском озере, люди с удочками бывают, встречаются. Ну, вы знаете как, я родился, жил, рос на Комсомольском пруду. Я есть, как говорится, абориген от его озера. Рыба была там разная в разные периоды. И сазан, и карп зеркальный, кого только не было. Потом, со временем, вот середина двухтысячных, было все хуже, хуже, хуже. Были небольшие попытки подрыбить наше озеро от водорослей, чтобы амур толстолок был. Но завершающую большую жирную точку, а я бы сказал даже не точку, а огромнейшую помощь сделал наш мэр города. Каким-то одним из днем, утренним, когда любит наш мэр бегать по Комсомольскому пруду, здоровье, очень дорожит здоровьем, наши рыбаки подошли к нему и попросили, давайте сохраним пруд. После этого в 16-м, отставить, в 15-м году, в конце 15-го года, осенью, было загружено порядка трех тонн рыбы. Ну, чуть-чуть меньше, ну, я округляю. Округля. Толстолоба и амура. Поэтому рыбалка на Комсомольском пруду есть бесплатная, есть доступная. В некупальный сезон можно ловить по всему периметру озера, за исключением дамбы, ну, плотины. Ну, на нее, в принципе, выход запрещен. Да, запрещен. А в остальном месте есть трофеи 13 килограмм толстолоб. Это серьезно? Это серьезная рыба. А во время купального сезона? Только в заливе, в самом хвосте можно. Там, где пляжа нет? Да, за детским пляжем, в самом конце. Пожалуйста, никто не запрещает, можете приходить в черте города на маршрутке с разборной удочкой и скоротать вечернюю зарю. Прекрасно. И последний вопрос, наверное, вот сейчас, в летний период, что клюет и где клюет? Ну, так, чтобы именно хорошо ловилось, сейчас повсеместно идет карась. Причем достаточно приличных размеров, которые за зиму вырос. А когда и где главные запреты? Запреты у нас в Савропольском, опять же, с 2018 года, мне есть такой запрет полностью, запретили два месяца зимой ловить щуку. Зимние рыбаки были очень сильно удивлены, были интернет-баталии, письма в администрации, в прокуратуру, незаконно. Но я, как охотник, наоборот, на стороне Министерства природных ресурсов. Мы же ведь весной утку, самку не стреляем до осени, чтобы спокойно рыба от металла, чтобы было пополнение, воспроизводство. И так, глядишь, через 3-5 лет появится щука там, где ее нет, уже лет 15. Потом у нас идет с марта по апрель судак, полный запрет. До 15 июня на Маныч запрещено ловить рака. С 15 июня можно ловить рака. По остальным озерам Ставропольского края с 15 августа только разрешится рак. До этого запрещено. А больше ограничений нет. Я один раз был на рыбалке за всю свою жизнь, и то, наверное, это была скорее экскурсия. Меня привезли, вот показали. Илья – это рыба, рыба – это Илья. Есть какие-то способы человека, не приученного к рыбалке, вот как раз заразить ею? Нужна хорошая компания именно рыболовов. То есть нацеленных больше на рыбалку, чем на отдых. И в кавычках, и без. И нужно приехать на нужный водоем, на любой, на бесплатный, которых у нас очень много. Если нужно, я потом расскажу, где это находится. И, как ни странно, заняться рыбалкой. И первый, даже 300-400 грамм карась, который активный льет, начало летний, доставит неизгладимое впечатление надолго. Я понял, нужен первый трофей. Да, вот то, чего не было у меня на той ознакомительной информации. Не надо там 10 килограмм или 6 килограмм карпа, который удары делает очень сильные, удочку выгибает в дугу, где ты с ним действительно уже физически, как мужчина, его пытаешься удержать, работаешь фрикционом, протравливаешь его, отпускаешь, опять к себе выматываешь его. То есть там действительно бой идет. То есть либо он уйдет, либо ты его возьмешь. А нужен хотя бы первый весенний карась, который действительно бойкий, который чувствуется удары, повело сюда, туда, ты весь на адреналине. Вот это нужно прежде всего. На самом деле это недорого. Ну, тут опять стоит разделить, что недорого. Рыбалка любительская или рыбалка профессиональная карповая. Если мы говорим про любительскую рыбалку, и тебя в магазин достаточно взять с собой 1000 рублей. И купишь себе все необходимое. Для одного себя, вот, простую снасть. Садок, удочка, катушка, леска, набор крючков, там, каких-то простеньких. Этого будет достаточно, чтобы ловить. Евгений, вот теперь точно последний вопрос. Тот был предпоследний. Как рыбаки отмечают День рыбака? И сразу, может, какое-то поздравление вашим коллегам, соратникам. Желаю всем рыбакам ни хвоста, ни чешуи. Выбраться на природу. Обязательно с семьями, с женами. Показать им какой-то увлекательный мир. И обязательно поймать трофей. Именно так отмечают День рыбака? Да. С семьей на природе? Да. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был рыбак Евгений Стаценко. Прощаюсь с вами. Хочу тоже пожелать вам ни чешуи, ни хвоста. Это было Актуальное интервью. Увидимся на своем. Актуальное интервью. им